Друзья, прямо сейчас в нашем прямом эфире на телеканале Доктор мы с врачом-инфекционистом поговорим о болезни поцелуев. Таким красивым названием называется инфекционный мононуклеоз, совершенно некрасивыми, неприятными, опасными последствиями в виде менингита и в виде других страшных состояний. Что такое мононуклеоз? Как он развивается? Как его лечить? Как его распознать? Может ли он перейти в хроническую форму и появляться снова и снова? Если у вас есть вопросы по этому заболеванию или общие вопросы к врачу-инфекционисту, звоните к нам в прямой эфир бесплатный номер 8 800 707 08 27 или пишите ваши вопросы в наш телеграм-канал. Сейчас к нам подключается врач-инфекционист, кандидат наук Андрей Викторович Матюхин. Здравствуйте, Андрей Викторович. Здравствуйте. Добрый день. Что же такое мононуклеоз? Если коротко дать определение этому заболеванию, это острое вирусно-инфекционное заболевание с преимущественно аспирационным механизмом передачи возбудителя, которое характеризуется цикличностью течения, лихорадкой, увеличением мимфоузлов преимущественно шейной группы, увеличением печени, селезенки и характерной гематологической картины в виде наличия атипичных мононуклеаров. А это как ангина или что? Как оно проявляется? Как оно выглядит? Это заболевание, клиническая картина заболевания, но прежде всего стоит сказать о инкубационном периоде. В инфекции это очень важное понятие, то есть это период от момента заражения до первых клинических проявлений. При этом заболевание он может составлять в среднем от 3 до 45 дней, то есть достаточно такой длительный инкубационный период. В том случае, если развивается клиническая картина, она практически у тех, кто не инфицировался раньше до определенного возраста, развивается это заболевание, клиническая картина разворачивается к первой неделе заболевания. Повышается температура тела, она может достигать 39 и выше градусов Цельсия в зависимости от тяжести течения заболевания. Возникает танзелит, то есть миндалины отечные, увеличены, может развиваться ангина, паренгин, увеличиваются лимфоузлы шейной группы, причем увеличение симметричное, лимфоузлы могут достигать до 5 сантиметров в размере, это достаточно, то есть видимо на глаз, скажем так. Увеличивается печень, увеличивается селезенка, увеличивается печень, увеличивается селезенка, может развивать, в ряде случаев может развиваться гепатит с желтухой, то есть мы видим клинические проявления желтухи. Эктеричный склер, то есть склеры желтые, изменение цвета кожи, моча темнеет, может светлить стул. Это вот все сразу после того, как человек заразился, прошел этот инкубационный период и это все такая картина, она сразу появляется или она как-то постепенно развивается? Она развивается к концу первой недели, как правило, от начала заболевания. Даже гепатит? И гепатит, он не всегда появляется клинический, то есть желтуха имеется в виду в данной ситуации. В ряде случаев могут повышаться только печеночные ферменты без билирубина. Но при определенных обстоятельствах развивается гепатит, который мы видим клинически. Мононуклеоз, это все тот же вездесущий, везде опасный вирус герпеса или какие-то другие возбудители вызывают мононуклеоз? Как правило, установлена этиологическая роль вируса Эйпштейн-Бара или четвертый тип герпес-вируса. Как мы знаем, на сегодняшний день 8 типов актуальны для человека. Так вот, четвертый тип герпес-вируса, установлена его этиологическая роль в развитии инфекционного мононуклеоза. Вирус был выделен впервые выделен в 1964 году из образцов опухоли при лимфоме Бергетта. И чуть позже была установлена его этиологическая роль в развитии инфекционного мононуклеоза. Четвертый тип, это Эйпштейн-Бара, нет? Да, абсолютно верно, это вирус Эйпштейн-Бара. Самый опасный, по-моему, он вообще ко всему, что только может быть опасным, приводит Эйпштейн-Бара. Он часто вообще встречается? Если говорить о инфицированности этим вирусом, то, как правило, к 40 годам жизни практически 95% обследуемых людей имеют наличие этого вируса. Но не все имеют мононуклеоз. А как это связано? Все имеют клинические проявления, имеют антитела, но не имеют. Это заболевание может развиваться при снижении функции иммунной системы, если лица могут за 40 лет. И может протекать, помимо всего это следует отметить, в виде мононуклеоза подобного синдрома. То есть клиническая картина напоминает инфекционный мононуклеоз. И здесь мы должны всегда быть насторожены. И люди должны обязательно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Потому что под маской этого инфекционного мононуклеоза может начинаться это заболевание. То есть снижение иммунитета настолько сильное, что это не продуло где-то, а это вот уже нарушение серьезное в иммунной системе. Правильно я понимаю? То есть в принципе человек, если здоров, то он в невысокой зоне риска мононуклеоза, даже если есть вирус обштейнбара. Если человек раньше не контактировал с этим вирусом, да, и ему, скажем там, до 25 лет, то заболевание безусловно развивается. Наличие антитела, конечно, клинических проявлений может и никаких не быть. Вы сказали, что увеличиваются органы, увеличивается селезенка. Вот на ум приходит, знаете, разрыв селезенки. Такая фраза, которая чаще всего вспоминается, когда слышишь название этого органа. Она может разорваться от того, что она увеличивается? Здесь нужно сказать, что инфекционный мононуклеоз протекает достаточно доброкачественно. То есть клиническая картина заболевания, ну, допустим, среднее тяжелое течение, заканчивается полностью, да, человек уже чувствует себя хорошо, где-то к третьей неделе болезни. Вот. Осложнения при этом заболеваниях встречаются крайне редко, но они могут быть. Могут быть не только со стороны желудочно-кишечного тракта, но и со стороны центральной нервной системы в виде развития менингита, энцефалита, может развиваться миокардит. Но что касается увеличения селезенки, да, поэтому при этом заболевании, в частности, рекомендуют покой, потому что увеличение размера селезенки может привести к подкапсульному разрыву ее, попаданием содержимого в брюшную полость с развитием перитонита. Здесь, в этой ситуации, конечно, требуется хирургическое вмешательство. Энцефалит. Прозвучало название. Я, честно говоря, думала, что энцефалит это только то, что переносит клещи. Оказывается, это может быть осложнение мононуклеоза. Это новая для меня информация. Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, почему возникают эти осложнения? Люди пытаются лечить сами, они путают сангиной и там просто полоскают горло. Из-за чего частые причины осложнений? Но я еще раз повторюсь, осложнения редко бывают. А что касается лечебной тактики, нет, заболевание протекает. У каждого инфекционного заболевания есть периоды свои. Да, продромальный период, инкупульсованный, развитие заболеваний, период выздоровления. В данной ситуации все зависит от тяжести течения. При легком течении, ну, клиническая картина может заканчиваться в течение двух недель, да, без каких-либо осложнений и нежелательных проявлений. При тяжелом течении, безусловно, да, плюс ко всему возраст, плюс ко всему сопутствующие заболевания, наличие иммунодефицита, конечно, может привести к неблагоприятным последствиям. Ну, вот это, наверное, основные причины, потому что инфекционный иммунодефицит, еще раз повторюсь, это достаточно доброкачественное заболевание. А почему называют болезнью поцелуев? Речь идет о путях передачи возбудителя, да. Я когда говорил о краткого, характеризовал это заболевание, то есть аспирационный механизм передачи возбудителя. В слюне достаточно много вируса Эпштейн-Бара и у лиц, которые не контактировали раньше с этим заболеванием, при попадании слюны, в частности при поцелуе, да, другому человеку передается вирус. Ну и, соответственно, в дальнейшем происходит развитие заболевания. Кроме этого механизма передачи, конечно, существует и контактный путь, его никто не исключает, это детские игрушки, да, слюна попадает на поверхности игрушек, дети очень быстро все это помещают в рот. Вот, это еще один механизм передачи. Также описан и половой путь передачи. Я говорил, что при этом заболевании чаще всего и характерные все увеличения левых узлов шейной группы, но может быть увеличение пахлухлевых узлов, да, то есть не только. Вот, это тоже вот как один из механизмов передачи возбудителя, то есть половой путь. Он встречается. Мы вот говорили сегодня о том, как задавать вопросы врачу правильно. Я не поняла, извините, задам еще раз вопрос чуть-чуть иначе. Возможно, вы говорили, но я не поняла. А бытовой путь передачи этот человек передает вирус Эпштейн-Бара? Или это человек, у которого идет инфекционный период, инкубационный период мононуклеоза, может заразить именно мононуклеозом? Или он заражает Эпштейн-Баром и дальше уже как иммунитет сработает? Как это происходит? Если у другого человека нет антител и он никогда не контактировал с этой инфекцией, при контакте с другим человеком, который может иметь латентную инфекцию, скрытую, которая клинически никак не проявляется, либо может быть носителем этой инфекции, он передаст ее при поцелуе другому человеку и у того разольется заболевание. Вот речь о чем идет. Если у него плохой иммунитет, да? Если у него низкий иммунитет? Это не обязательно. Не обязательно. Просто не было контакта с этой инфекцией. То есть если не было контакта, вот о чем речь идет. То есть нет антител, человек не контактировал, никогда не болел человеком. То есть в целом наличие антител к вирусу Эпштейна-Бара в принципе является защитой от обострения, от появления инфекции этой в будущем. Правильно? Да. Как правило, 95% населения, кому-то я говорю до 35-40 лет, имеют эти антитела. И у них, как правило, если в данной ситуации нет иммунодефицита, то это заболевание клинически явно тех симптомов, о которых я говорил, их не будет. Спасибо за разъяснение. Спасибо большое, Андрей Викторович. Читаю. Множественные международные исследования показали, что препараты ацикловира неэффективны при мононуклеозе. Это связано с тем, что вирус вызывает иммунопатологические реакции. Ацикловир же используется для лечения герпеса, а мононуклеоз не нужно им лечить. Это вот корректное исследование? Экспериментальные методы исследования доказали эффективность препаратов группы ацикловира, но применение на людях с точки зрения научной концепции вроде бы и не показало свою эффективность. Предполагает, что это связано с поздними сроками назначения противовирусных препаратов, данных в случае препаратов ацикловира. Но это предположение как вариант. У меня есть пункт. Я подготовилась и выписала некоторые вопросы. Сейчас самое интересное вам озвучу. Инфекционный мононуклеоз – это диагноз на всю жизнь. У меня в раздел мифы это ушло. Это миф, правильно? В ряде случаев может быть хронизация инфекции и вирус Эпштейн-Бар персистирует в клетках иммунной системы. Ну а клинических проявлений инфекционного мононуклеоза нет. То есть хронизация инфекции происходит. Но никак не инфекционный мононуклеоз как таковой, как он описывается в клинической картине. ПС-вирус есть, клинических проявлений нет. Мононуклеоз означает отвод от прививок на 6 месяцев. Ну, в принципе, после любого инфекционного заболевания в течение одного месяца, это совершенно точно, нежелательно ставить различные вакцины. Лечить инфекционный мононуклеоз нужно противовирусными средствами. Если в ранние сроки заболевания, то есть в самом начале, мы имеем четкое обоснование, понимаем, что это инфекционный мононуклеоз, учитывая клиническую картину заболевания, характерные изменения крови, я уже говорил наличие атипичных мононуклеаров, вот здесь следует, наверное, еще сказать, что в плане диагноза очень важна сирологическая диагностика, иммуно-ферментный анализ, определение антител к определенным антигенам этого вируса, поверхностному, раннему и ядерному антигену, где мы можем дифференцировать острое заболевание, латентную инфекцию и хроническую, это тоже очень важно. Также, помимо всего, используется полимеразная цепная реакция, что тоже очень важно по выявлению ДНК вируса и определению его концентрации. Есть научные работы очень интересные по количеству вируса в клетках крови и в плазме крови, мы можем судить о наличии, о необходимости противовирусной терапии, в частности, вот препаратами группы ацикловира. А мононуклеоз, он вообще лечится дома или в стационарных условиях? При средней, вот как раз здесь нужно иметь в виду тяжесть течения заболевания, но тяжесть течения заболевания может поставить врач, как мы понимаем прекрасно, потому что он обладает знаниями при лечении этого заболевания. При средне тяжелом течении заболевания, конечно, оптимальная госпитализация в стационаре, потому что и лихорадка может протекать до двух-трех недель, увеличивается печень, есть ли гепатит, нужна дезинтоксикационная терапия, нужна диета, нужен покой. То есть при средне тяжелом и тяжелом течении заболевания показана госпитализация, потому что может быть, помимо всего, могут быть другие проблемы, асфиксия как вариант, за счет того, что отекают, увеличиваются миндалины, нарушается дыхание, затрудняется дыхание. Помимо этого, в лечении тоже следует сказать, в ряде случаев используется и гормональная терапия, но здесь строгие показания коротким курсом, и антибактериальная терапия. Тоже отмечу, что при назначении антибиотиков, вот, возникла ангина, не отдифференцировали, да, какой этиологии, какая причина этой ангины. Назначили антибактериальные препараты пенициллиновой группы. Характерной и интересной особенностью при этом заболевании является то, что при назначении пенициллинов возникает токсико-аллергическая реакция, пятнисто-популезная сына. Вот тоже вот причина не совсем ясна, но она характерна при этом заболевании. Андрей Викторович, Андрей Викторович, я правильно понимаю, что если в течение болезни возникают такие опасные звоночки, как пожелтение кожи, ощущение удушья, какие-то еще вещи нетипичной температуры держатся больше двух недель. Мне, честно говоря, сложно это представить, что человек две недели терпит температуру, но тем не менее это является все звоночками того, что срочно, безотлагательно нужно в стационар. Или нет? Безусловно, вы совершенно правильно все говорите. Длительная лихорадка, непроходящий фаренгит, тензелит, длительное увеличение лимфатических узлов, увеличение печени, селезенки, желтуха – это все требует разбора, требует госпитализации. При средне-тяжелом и тяжелом течении абсолютно показана госпитализация в стационаре. А как вести себя после лечения? Какое-то восстановление нужно, чтобы печень уменьшилась, селезенка вернулась в свое нормальное состояние? Или они и так после лечения придут в норму и ничего особенного делать не нужно? Конечно, нужно. Печень, если возник все-таки гепатит, то, конечно, как минимум в течение не менее 5-6 месяцев соблюдается диета, ограничивается физическая нагрузка. Селезенка, как правило, уменьшается через месяц. То есть, должен быть физическое ограничение, без больших нагрузок. Вот. Ну, так. А питание как-то нужно менять? Нужно ли менять питание? Звук пропал. Ага. Слышите меня сейчас? Андрей Викторович, меня слышно? Да, вот сейчас слышно. Нужно ли как-то корректировать питание свое? И как? Если речь идет о развитии гепатита, то вот как раз пятый стол, диетические столы по Певзнеру, этот стол нужно соблюдать не меньше 3-4 месяцев после перенесения гепатита. Что касается самого инфекционного мононуклеоза, то ограничений в диете какие-то специфические не требуется, если не развивается гепатит. Читаю вопрос в чат-боте «Любовь». Не получила ответ. Вопрос очень серьезный. Отвечаем всем. Возможно, мы отвечали в какой-то другой рубрике, и вы не увидели ответы на вопрос. Пожалуйста, будьте добры, снова его напишите и укажите ваш номер телефона. Это важно для того, чтобы мы смогли с вами связаться, потому что мы отвечаем в прямом эфире, а не в чат-боте. Может ли, Андрей Викторович, мононуклеоз спровоцировать рак? Поскольку при этом заболевании вирусов Штонбара поражает он лимфотропин, Б-лимфоциты, и способствует... Часть вируса остается после перенесенного инфекционного мононуклеоза и в ряде случаев может способствовать бесконтрольной пролиферации Б-лимфоцитов. Вот как раз в данном случае идет речь о лимфоме Беркета. Это неконтролируемое высокоонкогенное заболевание, которое развивается как раз при этом вирусе, который может способствовать развитию этого заболевания. А вот мы неоднократно говорили сегодня о том, что увеличивается селезенка, увеличивается печень. А это может сам человек как-то распознать? Конечно, одним из клинических проявлений будет тяжесть в правом подребьере, нарастание слабости, на боку достаточно тяжело лежать, на правом, поскольку печень увеличена. Пациенты, как правило, хотят переместиться на другую. Повышенная утомляемость. Но с развитием желтухи здесь все понятно. Вот такие проявления могут быть, да. И так вот нужно на это обращать внимание. Вот есть вот эта история. Все, когда видят маленького ребенка, «Ой, можно я поцелую? Можно я обниму? Можно я его потрогаю?» Я правильно понимаю, что это достаточно частый путь передачи ребенку вот этих вирусов всех, в том числе и герпеса? Да. Нельзя давать целовать ребенка своего чужим людям. И самому не надо. Или как? Чужим однозначно нет. Ну, нежелательно во всяком случае. Скажу так. Дети до 6 месяцев, как правило, не болеют инфекционным иммунонуклеозом. Это связано с пассивным иммунитетом, с теми антителами, которые были переданы мамой ребенку. Дети с 4, наверное, с 4, да, и до 17 лет наиболее подвержены инфицированию этим вирусом с высокой вероятностью развития инфекционного иммунонуклеоза. А также подростки, а также лица до 30 лет. То есть, получается, для профилактики в раннем возрасте, заражения и так далее, желательно оберегать, конечно же, детей от попадания вирусов в организм. А если вирус есть у человека, то в целом ничего делать не нужно. Не нужно никакую иммунотерапию проводить. Ничего не нужно, если человек не болен какими-то заболеваниями, которые нарушают очень сильно иммунную систему. То есть, у всех, у 95% есть, ничего делать не нужно. Неважно, где он обнаружен. Правильно? Безусловно, наличие вируса в слюне не является и отсутствием какой-либо клинической картины не является ни показанием, ни необходимостью для лечения герпесвирусной инфекции. Вот так скажем. Спрашивает Вера в телеграм-канале. Скажите, пожалуйста, мононуклеоз передается от детей к взрослым, если ребенок переболел? И второй вопрос. Если ребенок переболел, ему можно заниматься всеми видами спорта? Первый вопрос. Как правило, ребенок маловероятно передаст взрослому населению. Я уже как раз об этом говорил, повторюсь еще раз. Антитело взрослых предотвратит развитие этого заболевания. То есть, если ребенок переболел, и еще раз повторюсь, 95% населения до 40 лет, они имеют антитела. И мононуклеоза у взрослых, если переболел ребенок, не будет. Вот еще спрашивает Артем. Если переболел мононуклеозом, то уже нет риска снижения иммунитета? Не приведет ли это к другим заболеваниям? Как правило, нет. При нормальном, скажем так, физическом фоне, отсутствии сопутствующих заболеваний, усугубляющих функцию иммунной системы, никаких рисков нет. Спасибо большое, Андрей Викторович, за очень полезный, важный разговор. Мононуклеоз – серьезные заболевания, могут быть серьезные осложнения, но при этом поддерживать работу своего иммунитета для того, чтобы вирус Эпштейнбара не приводил к каким-то большим проблемам. Самая, мне кажется, главная мысль, которую мы из этого вынесли – спасибо большое. Мы теперь знаем, что делать, если столкнулся с мононуклеозом. Друзья, спасибо вам за вашу обратную связь. Призываю вас все-таки писать вопросы ближе к началу рубрики, для того, чтобы мы успели на все ответить. Наш прямой эфир продолжается. Вы можете оставлять ваши комментарии в телеграм-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!